Добрый час! И с вами опять Маргарита. Как вам понравилась моя новая заставочка? Так что мы с вами растем. У нас уже на канале практически 400 человек подписаны. Группа на Фейсбуке растет еще больше. Поэтому, естественно, наш канал будет улучшаться. Вот такое вот новшество, как интересная заставочка. Благодарю... Я даже не знаю, могу сказать им или нет. Благодарю человечке, который предложил свои услуги и сделал нам вот такую вот красивую заставку на наш канал. Итак, как всегда, когда я нахожу свободное время, я быстренько делаю вам 10-минутные записи. На прошлой неделе в нашей группе на Фейсбук было очень много вопросов. И вопросы продолжаются. Я все эти вопросы просматриваю на некоторые. Если я сразу не отвечаю, пожалуйста, не переживайте. Я все записываю. У меня человек, у которого все записано, да? Если я что-то забыла, я листаю свои записи и смотрю, где что нужно ответить. Итак, сегодняшнее видео я хочу посвятить посылкам, которые теряются. Да, и такое бывает, да? Посылки мы отправляем, они не находят, они теряются. Что с этим делать? У меня у самой недавно был такой момент. Я отправляла посылку в Индию. И что хорошо в США, да? Я все свои отправления делаю из дома. То есть, у меня есть возможность через PayPal распечатать Shipping Labels, да? То есть, я это все делаю пока. Я на почту хожу очень редко, да? Я только захожу туда и сбрасываю все. Итак, у меня, значит, был покупатель, который оплатил через PayPal. Соответственно, через PayPal я создала Shipping Labels, отправление, заплатила все, да, и отправила. Через буквально, по-моему, 2-3 недели человек мне пишет, что посылку он не получил. Я стала отсматривать. Посылка была отправлена, опять-таки, из моего города. И я до определенного момента, поскольку это первый класс, заметьте, первый класс, да, это не SuperTrackable и так далее, так далее. Первый класс посылка, они в основном отслеживаются внутри страны отправления, да. Допустим, если вы находитесь в России или там в Украине или где-то еще и отправляете в США первым классом посылку, она может отсматриваться хорошо до момента перехода ее через таможню, да. То есть, пока она плавает по России, она видна, как только она уходит за пределы, да, России, все, посылка иногда не отслеживается. Так вот, 2-3 недели проходит, человек мне пишет, что это такое, у меня посылки нету. И настойчиво, настойчиво мне писали, как это такое и так далее, так далее. Я знаю свои права, я знаю, что есть такие, которые пользуются тем самым, что продавцу очень важен фидбэк, да. Что прям вот я сейчас возьму тебя отсюда, разнесу, так что давай мне возврат денег. У меня в полисе прописано, что я не несу ответственность за международные потери посылок, да. Большими буквами прописано это у меня в полисе. Но после этого случая я немножечко поменяла, расскажу поподробнее. Человек стал, человек из Индии, да, женщина стала просто, правда, качать права. Это моя обязанность доставить посылки. Я говорю, извините, это не моя обязанность. Моя обязанность отправить, сообщить вам номер отправления. И все. Я за посылки не несу ответственность, да. Да, я это написала. Она, естественно, человек не хочет слышать ничего. Вы просто должны мне доставить. Это ваша вина. Это моя вина, что я выбрала не ту почту. Мое ответное письмо врагу я писала. Многие люди уточняют, каким способом будет отправлено. Если они так сильно переживают за сохранность того или иного заказа, они доплачивают до priority или до более высшего класса отправления, который гарантирован отслеживанием. Вы этого не сделали. Вы хотели... Я уже не стала писать. Многие хотят задешево получить все, что им захочется. Нету такого. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Давайте, плевайте меня, чем хотите. Но я за международные посылки, отношения. Вот прям... Язык жестов. Не мое это, да. Но я все равно отправляю. Есть люди, которые переживают, да, как будет отправлено. Они выходят со мной на контакт. Они сначала спрашивают, что, как и так далее. Я им объясняю, что это на ваш страх и риск. Хотите вы получить это без риска, доплачивайте до экстра. Если нет, значит, ну, будем молиться, надеяться на высшие светлые силы, что они доставят вашу посылку в срок и на время. Так вот, чем закончилось мое действие? Ухи летают. Чем закончилось мое действие? Я стала выяснять, что минимум, минимум международные посылки могут идти 4 недели. Никаких возвратов денег вы не должны делать, если прошло меньше этого срока. Тяните время, уточняйте, говорите, находите информацию, слова, но меньше 4 недель. Я деньги никогда не возвращаю. Позже я зашла на сайт PayPal, на эту же самую транзакцию, где была проведена эта сделка. Я посмотрела, что моя транзакция, поскольку я все сделала через PayPal, она у меня insured, застрахована самим PayPal. То есть, в случае, я сейчас вам всех разнесу, верните мне мои деньги, я сказала, пожалуйста, ты можешь это сделать через PayPal, вперед. Но в PayPal было большими буквами сказано. Поскольку все было сделано по буковке, значит, в этой спорной ситуации я выигрываю. Поэтому я после этой неприятной сделки, я к этому отношусь нормально, я отношусь к этому как к рабочей моменте. После этого я стала в каждом листинге писать отдельным абзацем «Внимание международных покупателей». Вы, покупая товар, вы соглашаетесь, там что-то такое, если хотите, можете забрать у меня, Бог ради. И если вы приобретаете товар, приобретая в этот товар, вы соглашаетесь на условие того, что я не несу ответственность за потерю посылок на вашей стороне. Потому что даже с этой самой транзакцией я уже стала общаться и с офисами нашей почты. То есть я получила подтверждение, что посылка покинула Соединенные Штаты. В какой момент и так далее. То есть посылка ушла. Дальше, поскольку это первый класс посылку, принимает другая сторона, и она несет за нее ответственность. Но там на сайте ничего не написано, никак и так далее. Оставила мне эта женщина фидбек негативный, отрицательный. Конечно оставила, да, что, мол, я такая, раз такая. Ну и пофиг с ней. На одну такую женщину, которая не хотела сама даже идти на почту и узнавать, где ее посылка. Она, может быть, у них там лежит, да? Hello, India. Она, может быть, у них там лежит и ждет, когда она придет. Она не хочет. Она говорит, ты должна мне принести эту посылку. Ну сейчас прям я вот сейчас полечу в Индию, разыскиваю твою посылку. Нет. Поэтому, подводим итог. 4 недели минимум. Пишите у себя, что в минимум 4 недели. Да, вы отправляете, но поскольку это международные, да, вы ответственности не несете. Если хотите более, более уверенно предложить более дополнительный, как бы, сервис, да, по высшему классу, который отслеживается, сходите на свою почту, уточните, какие посылки будут отслеживаться и так далее. У себя я знаю, что, допустим, за 7-8 долларов первого класса он отслеживается иногда. Иногда, да? То есть у меня там и везено в Зеландию, куда только не улетает, и посылки отслеживаются. Но из 100 посылок, однако, где-нибудь, куда-нибудь потеряется. Это абсолютно нормально. И не нужно стрессовать. Нужно просто научиться грамотно относиться к этой ситуации, да, и аккуратно находить слова нашим с вами покупателям, чтобы они не сели нам на шею. Потому что они могут сесть на шею и начинать там шантажировать и что-то там такое еще делать. Поэтому прописывайте еще разочек все свои условия, да, согласно магазину, что учтите международные посылки по дешевой цене, возможно, будут там потеряны и так далее. Не хотите терять посылку, заплатите чуть побольше до следующего, до второго там или там VIP класса. Не знаю, как у вас там идет, да. Деньги возвращать только после 4-5 недель, если уже все, да. То есть так вот быстро сдаваться я вам не рекомендую. Надо бороться с логизмом. Надо держать. Мы с вами не Амазон, не Азон и так далее. У нас на складе не находится эта продукция, которая покупается в Китае за 5-6 долларов, продается за 35, да. Эти большие компании, они могут позволить, доставили вовремя, они могут списать там еще на что-то и так далее. Мы с вами это не можем сделать. Физически, да, мы индивидуально, мы будем над каждой работой, вот прям, прям, как наше дитя мы и любим. Поэтому, итог, 11 минут, разболталась я. Итог, прописывайте в своих полисе, да, сроки возврата обязательно, да. То есть если вы международно прописываете, что посылка может быть на территории вашей страны, гулять up to the four weeks, да, до четырех недель. Все возвраты и так далее, и так далее, я не беру. Потому что если вам нужно будет вернуть работу, то там еще куча всего нужно будет делать, да. Если у вас есть вопросы, прям прописывайте, если есть дополнительные вопросы, задавайте перед тем, как вы нажимаете на кнопочку купить и так далее, да. То есть это все должно быть прописано. Это же вам будет потом на пользу, если потом идти или что-то там еще решить с вами начать общаться, а вы листинг показываете, вот, человек не прочитал, я не должен платить, и я не должен это делать из-за того, что он дурак и не прочитал. Ну, потому что я злая, да, иногда и такое бывает, да, и я не обязана терять свои деньги из-за чьей-то там ступили и так далее. Поэтому правила прописываем, деньги возвращаем только когда уже все сроки прошли, да. А лучше не возвращать, лучше все из моей страны потянуло, решайте на своей стране. А, моя почта, смотрите, пока я с вами писала, мне нужно было им передать. Блин, ну ничего страшного, поэтому... И верьте в себя, да, не позволяйте покупателям присесть на вашу шею и так далее. Американцы, они избалованы. Им хочется все и сразу. Нет. Вы цените свой труд и вы цените свое творчество, и все будет хорошо. 15 минут. Понедельник. Итак, если еще есть вопросы по тому, как нужно себя вести в таких ситуациях, задавайте, пишите, я более подробнее расскажу, если надо. Так, мою точку зрения вы поняли. Нельзя сразу деньги возвращать, а то они останутся и с товаром, и с деньгами. И потом еще вам плохой фидбэк впишут. А, вот еще с этой женщиной что получилось? Она, значит, ругалась, 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 да. Я все деликатно это слушала, деликатно отвечала, да. Потом она все-таки решила там на третьей неделе написать мне отрицательный фидбэк. Да, она написала отрицательный фидбэк, потом мне пишет. Ну и когда ты мне деньги вернешь? А я говорю, а ты уже свой выбор сделал. Ты фидбэк оставила, транзакция закончилась, до свидос. Все. Ушла. Так что, кто согласен с моей позицией, пожалуйста. Кто не согласен, думает, что вот, ну, нельзя так. Ну, это ваше право. Для меня такая позиция работает. Я не лебедю, лебезю. Я добрая, но в меру. Вот так вот. Все. 15 минут. До свидания. До новых встреч. Маргарита. Когда захочешь писать, так сразу музыка приезжает. Надо покупать дом в деревне или еще где-то, где коровы будут выезжать. Ждем. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...